здравствуйте дорогие друзья с вами корыч и сегодня мы будем записывать обучающее видео для новичков в таркове сразу говорю я никакой не супер скилловый игрок я просто играю несколько вайпов и так уж сложилось что во время стримов меня очень часто спрашивали могу ли я записать какой-либо обучающий контент собственно я долго противился наверняка это видео наберет очень много критики но я призываю тех кто гораздо опытнее меня и ему есть что сказать пожалуйста дополните в комментариях возможные какие-то фичи приколы которые помогут новичкам в их нелегком пути по становлению супер скиловым игроком значит что мы видим как только мы заходим в игру мы ни хрена не видим нам сразу говорят чтобы мы шли куда подальше ничего нам объяснять не будут и вообще мы сами виноваты что купили эту игру тем не менее проведу небольшой пересказ меню здесь значит у нас есть меню побег из таркова это высадится на карту высадится на карту можно за чего к и за дикого изначально когда вы будете первый раз запускать игру вам будет предложено создать своего персонажа то есть чвк это ваш основной персонаж как здесь и написано все что вы им делаете это прокачивается прокачка влияет на профессионализм вашего персонажа он быстрее бегает выше прыгает дольше бегает сильнее становится в общем все 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 что вы делаете в игре и за что вы получаете опыт это все получает вас основной персонаж также есть дикий дикий вас кормит этот персонаж который запускается рандомно то есть каждый раз когда вы умираете за дикого вам через определенное время по ротации будет доступен еще еще один персонаж да и так будет до бесконечности и по мере роста репутации о чем мы поговорим позже дикие будут спавниться с более интересной снарядой далее у нас есть вкладка персонаж вы можете нажать ее здесь или можете нажать и здесь также и торговцев и барахолку и все 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 барахолка у вас будет закрыта до 15 уровня поэтому пока мы ее обозревать не будем но это очень важная вещь поэтому самое самое начало что самый первый совет который я бы вам дал это пылесосить абсолютно все вам понадобится абсолютно все в этой игре как для крафта так и для выполнения квестов значит вы создали персонажа вы с горем пополам собрали себе какое-либо оружие какую-либо броню которая у вас будет доступна при начале игры изначально базовый расклад который я рекомендую у вас будет если я правильно помню pp19 несколько оружий какой-то какого-то рода пистолеты скорее всего макарова про юсеков точно не знаю потому что игры за вера но это неважно это неважно в общем для начала я вам советую как можно больше исследовать карту за диких опять же есть разные режимы вы можете исследовать карту за диких и в случае вашего выхода вы как минимум обогатитесь также если вам боязно вы можете исследовать тарков используя вашего основного персонажа для этого нужно нажать далее любая карта какой какая вам нравится я бы советовал изначально лес выбираем лес еще с этого вайпа доступна карта эпицентр она у вас будет как стартовая локация но я вам советую первых пару уровней побегать именно в лесу потому что лес карта большая столкновение с противниками не так часто соответственно вы сможете побегать по привыкнуть к управлению подстреливать ботов плюс в лесу также очень много вкусного луда причем на абсолютно разные вкусы так вот когда вы выбираете время суток вы выбрали карту выбрали время суток жмите далее теперь у вас есть два варианта вы можете выйти в рейд за чвк и рискнуть потерять лут то есть учиться на своих ошибках это будет для вас как для новичка пока вы не умеете ориентироваться это будет дорого поэтому один из советов которого я сам не придерживаюсь но я допускаю что многие из вас не хотят терять снаряду с самого начала поэтому вы можете включить вот эту галочку включить тренировочный режим дальше в настройках рейда вы можете как убрать ботов совсем так и добавить им сложности да в том числе включить выключить боссов вот помечен проклятием это значит что боты вас будут искать война диких это дикие будут друг против друга воевать как только вы здесь все настроили жмете далее и вы выходите в рейд и можете спокойно исследовать локацию перед тем как вообще выходить в рейд первое что я рекомендую это немножко поменять управление во первых выходим во вкладку управления на то есть начало настройки управления дальше в управлении кто как пользуется но и для себя опять же этот гайд это руководство моего геймплея как я играю и многие из вас играют совсем по-другому более соевого например да и вы можете быть со мной не согласны но я говорю со своей колокольни поэтому если вам нравится мой геймплей вы хотите играть примерно так же так же часто умирать как я то соответственно можете использовать мои гайды так вот у вас есть нумерованные ячейки 4 5 6 7 8 9 0 я рекомендую поставить также помимо ячеек тут еще есть способы нажатия отпускания и тому подобного да видите много разных так вот первое что нужно сделать это цифру 4 в ячейке 4 сделать чтобы это было нажатие потом циферка 5 который у вас вы ее меняете на цифру 4 и ставите отпускание сейчас поймете что я имею ввиду дальше после этого допустим мы идем к терапевту тут уровне они также прокачиваются об этом и других обучающих видео поговорим это сейчас в принципе не актуально для вас совсем значит покупаем аптечку скорее всего у вас будут и аптечки и с марки вот и smart да по моему стартовом пакете у вас будет и smart тем не менее я вам покажу потому что у меня не стартовый очевидно пакет дальше выкладываем неважно главное чтобы или в разрушке или в карманах были ваши медикаменты дальше смотрите мы назначили цифры и теперь если я зажму 4 переведу на аптечку и отожму 4 теперь у меня как только я буду жать кнопку 4 если вдруг меня ранили обычно как аптечку мы используем когда у нас сражение правильно правильно соответственно как только мы получаем ранение нам нужно в идеале отбежать в укрытие и вылечиться так вот ранение здесь присутствует четырех типов первое ранение она убавляет ваша хп вот если посмотреть да у вас у каждой конечности есть определенное количество хп хит-поинты потом идет слабое кровотечение она кстати может перерасти в сильное кровотечение потом идет сильное кровотечение и перелом так вот а если у вас назначена и выставлена в карманах вот это вот комбинация клавиш то когда вы отбегаете за укрытие и жмете 4 вам не нужно париться если у вас кровотечение или нет если у вас скорее всего от полевого будет тяжелое кровотечение то вы сразу же вылечите сначала так как идет нажатие жгута вы сначала вылечите кровоток а при следующем нажатии с марка уже не будет вы уже будете пополнять хп это очень полезно когда вы когда вам нужно быстро залатать свою рану потому что как только у вас вытекает любая из конечностей то это становится тяжелое повреждение скажем так которое можно вылечить или с помощью surf 12 или с помощью зашивалки под названием cms вот такой зашивалки у вас они тоже будут их складывайте в подсумок они изначально довольно труднодоступные дорогие в использовании но они очень часто могут спасти вам жизнь особенно если у вас выберет живот или грудная клетка а потому что если выберет живот или грудная клетка то вы начинаете быстро терять энергию соответственно вы можете не дойти до выхода это первая настройка очень долго рассказываю но простите я не умею по-другому надеюсь новичкам полностью разжевал все и это будет полезно понятно да и можно любое в принципе можно например если вы не хотели если вы хотите заменить забиндить аптечку на другую кнопку можете поставить на другую кнопку допустим если вы хотите сразу обрабатывать допустим и тяжелое и легкое ранение тогда можно допустим сделать следующее да можно купить бинт у терапевта есть вот это этот бинт по моему на втором уровне открывается терапевта но если что одноразовый бинт у вас тоже они будут если не будут можно купить у терапевта довольно дешево также можете сразу поставить 44 да то есть зажали отпустили таким образом опять же если вы получаете ранение то отбежав за укрытие жмите на четверку если это слабое ранение он использует этот бинт если это сильное ранение он автоматом использует этот бинт все никаких проблем очень удобно всем советую очень крутая штука следующая так как вы новичок и скорее всего будете бегать с оружием которое найдете в рейде а именно оружие в диких оружие диких славится тем что она нихрена не работает и часто клинит для этого нам нужно назначить еще одну кнопочку которая называется клин оружие так сейчас вот вот проверить патронник устранить неполадку тут есть посмотрите вот смотрите есть осмотреть оружие есть устранить неполадку до две кнопки они вам очень нужны первую кнопку жмете отпускание это как бы второе действие после нажатия до вторую кнопку жмете нажатие таким образом по дефолту это две разных кнопки назначено да и вам будет очень неудобно особенно в полу сражение если у вас что-то заклинило да вы можете в панике не сообразить что делать для этого назначаем одну кнопку на два действия первое действие вот смотреть оружие это нажать и то есть как только вы нажимаете кнопку ваш персонаж осматривает оружие на неисправность он обнаруживает неисправность а когда вы отпускаете кнопку он эту неисправность сразу чинит то есть например если дабл фит у патрона или там клин патрона он его выбивает и все у вас оружие снова стреляет это может спасти вам жизнь особенно в самом начале когда вы бегаете со сломанными калашами это реально очень полезная штука собственно мы разобрались как и что использовать как забиндить клавиши теперь следующее что собирать в подсумок изначально если у вас стандартное здание у вас только 4 ячейки в эти четыре ячейки я бы поначалу складывал аптечки с марки и шины шины лечат переломы это очень важно например если вам ломают ногу то вы будете 500 миллионов лет добираться до выхода опять же этот выход еще надо найти так как вы не знаете как это искать соответственно лучше иметь собой запасную шину и более если вы найдете что-то вкусное из лута что вы хотели бы спрятать в подсумок то можно эту шину выложить например в разгрузку изначально что я бы рекомендовал покупать на в рейде за чего к в принципе очень просто выбирайте барахольщика и у него как правило есть вот такая разгрузочка такая разгрузочка дорогой не покупайте потому что вас скорее всего изначально будут часто убивать чтобы привыкнуть к игре советую или в разгрузке ходить дешевый или не ходить вообще также собирайте обязательно в самом начале собирайте вот эти маски они занимают один слот три таких маски дают вам броню хоть это и второго класса броня но тем не менее тех же диких от дроби она защищает и это может опять же спасти вам жизнь также собирайте коробки спичек они также вам нужны для крафта и еще если вас интересует интересует броня то можно еще собирать напитки по моему да вот max energy баночки две баночки выменивают вам броню целого третьего класса для вас для начала это очень ничего тем более такая вот баночка занимает один слот два слота в том же подсумки занятие у вас уже хорошая баночка ну что следующий этап когда вы собрались когда вы собрали оружие когда вы собрали броню вам нужно выйти в таркан да чтобы показать вам вообще что такое карта лес и на что имеет смысл обращать внимание давайте мы запустим тренировочный рейд и заодно наверное включу босса тоже пускай будет качество и как онлайн я все нормально все запускаемся в рейд как только мы запускаемся в рейд нужно будет подождать около пяти минут опять же не забываем когда вы запускаете лаунчер там есть слева от кнопки играть у вас будет подбор серверов выбирайте все серверы допинга 150 для чего это нужно для того чтобы вы загружались максимально быстро на карту если вы выберете один-два сервера да где самый классный пинг у вас будут проблемы с загрузкой особенно когда серваки перегружены так смотрите мы загружаемся в игру первое первое на что нужно обратить внимание опять же не обратите внимание что вам как новичку нужно у себя включить это сайт тарков . help там мы выбираем карту на видео будет обязательно картинка как это все выглядит да и нажимаем на карте все что у нас интересует например если нас интересует какой-либо определенный вот на это впоследствии до выбираем этот лут в данном случае нам нужно важны выходы во первых смотрите лес в лесу есть несколько ориентиров лес у вас будет после эпицентра вторая локация по частности посещение потому что в лесу очень много стартовых квестов да и в принципе в мидгейме я сейчас 34 уровень на данный на моменте записи этого видео и у меня до сих пор есть квесты в лесу и не сказал бы что они довольно легкие значит что нам нужно изначально запомнить на карте лес есть разного рода ориентира например вот эта машина здесь и вот эта локация в общем это общий для чвк и для диких выход под названием окраины это южный выход если вы добежали по карте вдоль минных полей до сюда значит вы на юге карты причем с правой стороны карты если ориентироваться под арков хелп это правая сторона карта также не забываем внимательно если мы не можем сориентироваться выглядываем вот такие вот таблички если вы перейдете за черту вы взорветесь вот как только вы взорвались смотрите касательно ранения сильного кровотока нету но выбиты ноги и болят да я обычно как и уже говорил выжимаю так и так видите если у меня был бы кровоток я бы нажал и у меня бы вылечила кровоток а так я жму на четверочку он мне используют аптечку так вот как только вы зайдете за границу минного вот этого предупреждения первый взрыв у вас или выбьет или сломает ноги второй взрыв вы мертвой запомните это и старайтесь смотреть на вот такие вот минные таблички до чтобы не зайти собственно за эту границу вот они идут везде где есть мины на карте лес обозначена также обращайте внимание на надписи допустим там снайпер да и показывает стрелкой в какую сторону соответственно туда не идем там нас убьет снайпер это как бы граница карты значит следующее что стоит запомнить это если вы заспавнились на юге значит у вас выходы на севере я заспавнился на юге жмем на кнопку которая привязана на показ выходов у нас ворота в срф ворота завода совместные южный пост он выход на мосту северный пост он это в принципе все северные выходы теперь как понять где вы находитесь во первых первый ориентир это вот от машина да если вы идете по краю карты видите машину она значит я на окраинах и запоминайте обязательно как это все выглядит по карте так вам будет гораздо легче сориентироваться также на карте если я правильно помню можно нажать на определенный выход и там показана картинкой как он выглядит также следующий ориентир вот эта избушка эта избушка это изба диких это изба диких в этой избить их в принципе можно если вы заспавнились за дикого и нажав два раза на а у вас есть изба диких то вы можете просто зайти зайдя туда выйти из локации запомнили да это окраина это самый частый вход вы бегая на юге карты в принципе часто на него будете натыкаться это очень полезный вход он почти всегда доступен если вы заспавнились противоположном в противоположной стороне карты теперь северный да то есть если вы заспавнились на юге как дойти до северного выхода или наоборот если вы заспавнились на севере как дойти до южного выхода мы сейчас говорим про правый край карты на этой карте присутствует несколько больших ориентиров первое это озеро потом вдали можно увидеть также трубы завода да то есть это получается север если вы видите вот эти трубы заводские они находятся на севере вот эта огромная гора она находится плюс-минус в центре карты соответственно ее вы можете также использовать как ориентир добежали на гору при необходимости забрались на нее повыше посмотрели а вот там у нас вышки разные до заводские значит идем на север в ту сторону как только мы дошли до озера все что нам надо сделать это просто например если мы идем севера вот оттуда там север или юг юг север по моему я походу сам себя запутал короче говоря если вы заспавнились на в срф мы сейчас туда пойдем да то вам нужно просто идти вот оттуда дойти до воды вдоль воды и конечно это опасно на это самый опорный путь как дойти до вашего выхода доходите 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 до минного поля идете вдоль линии минного поля выходите на окраины это самый простой способ как выйти из этой карты но и конечно он может быть опасен особенно если вы увидите видите кемперов ориентир окраины в той стороне да это юг у нас если мы заспавнились на юге значит у нас северные выходы вот эта большая гора это север то есть даже не так смотрите если вы заспавнились там значит у вас все выходы в противоположной стороне будь то юг или север да то есть другой конец карты касательно сторон окраины это юг исходя по карте вы сами можете посмотреть и проверить вот это вот огромная гора это север ориентир на север там идет вдоль этой горы река также на реке есть выход он всегда доступен называется платный выход а выход на мосту для а выхода на мосту нужны деньги поэтому всегда если есть возможность хотя бы 5000 носите с собой выход стоит там 4500 что такое теперь касательно лута если вы заспавнились на окраинах обязательно заскочите сюда вот это выход у диких тут бывает труп бывает еще сумка и в сумке и в трупе бывают разного рода лут мне и дорогие попадались вот в данном случае патроны да ничего особенного но вдруг чего какая-то еда необходимо можно сюда заскочить бежим дальше если вы вышли на озеро в принципе ориентир очень простой та сторона озера это в срф эта сторона озера это окраины все самый простой способ как найти вам выход до доходите до озера смотрите а трубы в срф не трубы окраины мы сейчас бежим на лесопилку когда у вас будет квест про лесопилку вот видите назначил на четверочку ноги нет не до конца вылечил не важно где вы заспавнитесь вы рано или поздно если придете горы горе то в сторону озера будет лесопилка мы сейчас как раз дойдем до горы я вам покажу как можно принципе на горе ориентироваться также идя от окраин лесопилки если видите вот это сооружение она очень неплохо иногда приносит лут но будьте осторожны тут довольно быстро как только вы заходите на локацию лутинга через какое-то время начинают спавниться боты ботов 23 человека но как правило могут очень больно по попе надавать поэтому осторожно здесь спавнятся как глушители так и прицелы так и еда вот здесь иногда спавнится ксюха или калаш опять же если вы выходите только с пистолетом я такой практикую будет не лишним забрать тоже калаш дальше по чаще леса я стараюсь не ходить потому что во первых там есть боты во вторых могут бегать человека я стараюсь обходить чуть правее опять же не выходя на береговую линию потому что у нас могут контролить из со стороны в срф там есть место где можно очень удобно снайперить правда расстояние тоже огромное обязательно помним про наушники любые наушники одевайте иначе не важно сколько они стоят лучше конечно подешевле вам как стартовый как стартовым новичкам тем не менее вот стартовые наушники довольно неплохо работают я с ними вот вот в этом сетапе это трофейное оружие в этой броне с этой каской и у меня был еще на пистолет пулеметных патронах вынес 4 ботов и плюс еще точнее 4 чвк и еще одного босса это кстати будет следующем ролике который я выставлю на всеобщее образование после татуриала значит идем от окраин осматриваем здесь тут бывает еда вода да вам может быть полезно также здесь иногда спавнится интересный лут такой как например флешка флешки как только вы находите флешки сразу кладете их трусы хотят смысла нет пласть в трусы короче говоря как только вы найдете флешку если вы знаете где выход убедите на выход потому что флешки спавнятся очень не часто флешки нужны по моему 6 штук в общей сумме или 4 штуки или 5 штук нужно для квестов 2 как только мы выходим на лесопилку тут уже довольно опасной но при этом есть много очень вкусного лута во-первых здесь селюсь опилки вот в этой стороне спавнится ящичек также дальше присутствует домик в котором есть картотеки картотеках вы можете найти как деньги так и драгоценности так и какие-то всякие карточки разведанные прочего буду которая очень дорого стоит на барахолке опять же для прокачки скорости лута я сам этого часто не делают но вам рекомендую собственно первое правило первое правило игры за чвк никогда не расслабляйтесь сейчас нас убил босс да даже в рейде против ботов короче наказывают прямо на стриме без смс регистрации никогда не расслабляйтесь я специально включил босса чтобы вам показать как может быть до штурман очень жесток на дальних дистанциях он стреляет без задачи с свдс с мощных патрон которые вас в принципе в любую броню могут шопнуть поэтому как только вы слышите три характерных выстрела с свд вы сразу поймете да как только на лесопилке кто-то начал стрелять три раза подряд да и там повторяется время от времени значит а штурман штурмана легче всего убить сократив с ним дистанцию сдали его можно убить конечно но только если он вас не видит как только у нас увидел не дай бог вы на секунду помедлить и он вас просто убьет 1 2 выстрела в грудь и все его труп собственно нос убили это абсолютно нормальная ситуация когда нас убивают всем очень нравится когда их убивает собственно в таркове ты будешь очень часто страдать теперь вспоминаем про ориентиры смотрите скала огромная да она похожа на череп вот значит она примерно центр карты до дальше смотрим какие ориентиры у нас еще есть как эта деревня непонятная у парика река река на в лесу единственная если к и есть озеро мы видим реку видим скалу до которой нельзя дойти просто скала как на заднем фоне вспоминаем скала на севере правильно правильно река тоже на севере то есть как раз река и скала значит север что это значит это значит что мы находимся самой задницы и теперь у нас выход у окраин как я говорил помните да противоположная часть карты это окраина так вот мы заспавнились в очень неплохом месте деревня смотрите во первых в чем ее преимущество тут очень много технического лута как и продовольствие так и иногда насколько я помню вроде бы на втором этаже вот этого дома можно было найти bitcoin но в очень редких случаях про такие редкие луты мы не будем вспоминать давайте обратим внимание на лут в целом здесь очень много сараев технического лута как я уже сказал также бывают спавниться патроны как правило тут бывает обитает 2-3 бота вот так что как только слышите шаги высшим шаги обходим когда боты говори они в принципе так себя и выдают да как только больше она сказал значит рядом противник когда в этот раз много заспавнила обычно 23 бота вот каждый раз когда когда они не нужны их до хрена когда они нужны их ни одного еще стараемся помнить такую штуку когда вы стреляетесь против бота если вы один раз выскочили и он вас увидел не надо старайтесь не пикать с одного и того же угла потому что тогда они могут вас ваншот мы тут у ботов очень своеобразная им вот видите патроны всякие кувалды технический лут кувалда стоит около 80 штук она конечно много места занимает вам также кувалду нужно для спортзала лута тут мог много в каждом здании есть и поесть и попить да где он закрыл дверь прикинь этот закрепел он скорее всего скоро сдохнет еще одного года слышал короче смотрите вот эти абсолютно все здания не забывайте что если вы рядом заспавнились то могут и другие чувака заспавниться ваша задача на лутаться быстро и свалить так сейчас я уберу последнего вот это здание мое самое любимое сейчас покажу почему но сначала надо завалить очень многое кто заспавнилось выжил но вы издеваетесь я уже но это просто шикарно для квеста ладно мы сейчас главное покажем как тут чего расположена вот у нас ксюша еще есть обязательно стараемся искать искать ботов и чтобы прокачивать скорость поиска на control и правую кнопку мыши он кладет быстро предметы без перетаскивания можно вот так сделать да но это долго или можно вот так сделать вот и дальше на кнопку delete по умолчанию у меня в данном случае тильда берем просто и выкидываем ненужное нам прикол в чем когда вы перекладываете к себе вам зачисляется как бы экспириенс за то что вы лутали в данном случае амуницию с персонажа так вот собираем маски обязательно обязательно собираем маски в самом начале потому что вас будут скорее всего убивать часто вот это значит что вам придется часто покупать броню броня дорогая так вот почему мне нравится это здание во первых тут есть ящичек с гранатками и довольно часто спавняса гранаты но на этот раз нихрена не заспавнилась то есть у нас есть вот дымовая пуф лыжная вот на нее нужно забинтить кнопочку чтобы ее можно было кинуть дальше заходим в здание тут обычно вот есть мастер здесь бывают ящик с инструментами заходим сюда тут бывает покушать вот например и марье да с этой стороны тоже иногда спавнятся соки всякие лимонады проще лабуда дальше заходим сюда по правую сторону у нас вот да сумка бывает они почему вы это бывает я говорю потому что иногда может заспавнить сумку иногда нет забираем что нам кажется самым вкусненьким да но цены вам придется посмотреть на по моему тарков . маркет можно глянуть можно глянуть также на тарков help а тут спавнятся патроны тут спавнится тоже еда и разного рода бывает какие-то плюхи деньги иногда спавнятся также на скамейке тоже бывает заходим лутаем всякие вкусные вещи вот сюда обязательно смотрим тут иногда бывает деньги и плюс гранаты конечно рго по возможности не используем оставляем их для других квестов есть разного рода гранаты но вот rgo и rgn это гранаты ударные то есть как только они бьются о поверхность они взрываются почему их нужно оставлять по возможности опять же если вас прижали чувака то естественно нужно использовать ее потому что потом будет квест называется гренадер этот квест надо убить 8 человек гранаты и это не так просто как кажется потому что люди это не тупые на месте не стоят и довольно проблематично их уничтожить до граната вот это она взрывается после удара соответственно когда человек выбегает и ты такой в него берешь кидаешь гранату она взрывается сразу после удара они они как обычно падает там отскакивает и потом только взрывается через пять секунд следующий момент когда я забыл показать кстати когда вы кидаете гранату да если вы зажимаете кнопку то он выдвигает свой указательный палец вот это ваш целик смотрите куда смотрит указательный палец вот туда примерно прилетит граната дальше заходим во второе здание лутаем разного рода медицину дорогие разные вещи да если есть опять же вам нужно будет лутать в принципе все сгущенку еду сахар обязательно собирайте сахар нужен для производства самогона это первое вот эти штуки тоже очень дорогие да они вам нужны для крафта и для квеста и для продажи тоже на барахолке очень высоко ценятся собираем в принципе пылесосим все но стараемся это делать максимально быстро собираем разные вкусняки тут обычно не очень хорошо с лутом еще по моему бывал ящик с инструментами спавнился можно вот посмотреть здесь грубо говоря хоп хоп собрали да и теперь выход почему мне нравится деревня смотрите прикол помните я вам говорил про платный выход да то что есть платный выход на карте лес вообще на каждой карте есть платный выход но не всегда активен а вот на карте лесом активен в общем наверное легче сказать когда он не активен точнее сложнее потому что я ни разу не видел чтобы он не был активным как понять активен выход или нет очень просто если стоит на платном выходе машина значит он активен теперь когда мы залутали разного рода вкусняшки а вот например сумка там вот еще один из способов неплохих лутания чтобы у вас больше вместилась в сумку берем разгрузку разгрузка конечно вот вот такая или такая очень неплохо на r зажатая кнопка правая и r поворачивает вещи да взяли обыскали возможно там еще что то есть видите посмотрите насколько больше вмещает в себе предметов если сделать так как я сделал и дальше сюда вот все вещи которые одну-две ячейки занимают можете забивать таким образом высвобождая место под другие какие-то ваши нужны вот когда вы все блатали обязательно у ботов и у людей у людей в частности когда вы замочите чего к всегда лутайте карманы почему потому что чаще всего в карманы чего к складывают гранаты гранаты как я уже сказал да они вам нужны будут для квеста и очень больших количеств как только налутались осматриваем стороны лево-право естественно не бежим как я по опану сейчас я с ботами играю поэтому я вам показываю просто как есть да если бы я играл против чвк я бы первым делом пошел или по правой стороне вот здесь или по левой стороне вон там но лучше чаще всего по правой потому что если вы быстро золотались то спам чвк и чела ботов как правило с той стороны чаще всего добежали до машины не забываем что у нас должны быть деньги да то есть такой документе у вас скорее всего не будет ее надо крафтить или обменивать или получать покойство но грубо говоря вот у вас есть деньги или вы набрали эти деньги на локации деревня да дальше что вам нужно сделать подошли нажали минута ни в коем случае не стойте вот так и не разглядывайте территорию да во первых вот вас может ваншотнуть бот во вторых если это какая-нибудь середина середина рейда это может быть чела бот да то есть бот в которого вселился человек третий момент это может быть чего к поэтому убегаем сюда и теперь смотрите важно чтобы посмотреть сколько осталось на таймере давай сейчас сверху справа она пропадет но чтобы посмотреть жмем два раза о нажали два раза на а смотрим 25 секунд когда на таймере будет 10 секунд тогда бежим к машине вплотную раз покажу вот нажали опять потому что ну грубо говоря 10 секунд есть до побежали сели опустили голову вниз чтобы вам не выстрелили в голову да если начну шмалять то скорее всего будут по броне стрелять но это опять же если со спины все сели уехали рейду спешим следующее почему нужно максимально осторожно и в последний момент убегать на машину потому что каждый раз когда вы оплачиваете платный проезд за машину когда вы уже собираетесь его эвакуируется вот эту всю минуту что она ждет пока уедет люди видят что этот выход активирован соответственно если он активирован значит минуту там кто-то есть и к вам могут просто любопытные прибежать и убить вас нечаянно до или специально поэтому очень осторожно играем и все у вас будет хорошо вот такие небольшие моментики если есть чего добавить или как-то дополнить этот ролик обязательно жду вашей критики и каких-то может быть фишек которые про которые я забыл сказать это потому что информации очень много которую хотелось бы донести но в рамках одного ролика это очень очень мало мне доступно по времени чтобы вместить в эти там грубо говоря полчаса видео дайте знать если вам интересен данный формат в моем исполнении опять же в моем исполнении как простого среднего игрока это очень важно потому что профессионалов полно а таких вот средненьких игрочков еще больше но мало кто записывает поучительные видео поэтому если вам интересно буду дальше продолжать но естественно свидетельство вашего интереса это лайк подписка естественно хороший комментарий в общем увидимся с вами на просторах интернета или любой другой игры с вами был корыч и спасибо что были со мной до конца этого видео увидимся с вами пока